Компания Альбиоген и компания Illumina представляет набор Illumina DNA Prep. Этот набор позволяет приготовить полногеномные библиотеки абсолютно любых геномов, вне зависимости от их размера, BC-состава и сложности. Также этот набор прекрасно подходит для приготовления метагеномных библиотек по типу шатган. Состоит этот набор из трех компонентов. Два из них поставляются на температуре плюс 4, один на минус 20. Также для работы по этому протоколу необходимо использовать индексы, которые закупаются отдельно. Основными преимуществами этого протокола является в первую очередь равномерное фрагментирование генома, вне зависимости от его ГЦ-состава. Во-вторых, это скорость, весь протокол занимает около 3-4 часов работы и удобство. Дело в том, что если мы возьмем несколько образцов с разными концентрациями, но так, что в итоге на вход получится во всех образцах более 100 нанограмм ДНК, то на выходе мы получим библиотеки с равными концентрациями, которые для пулирования надо будет просто смешать в равных объемах. Для начала необходимо выделить ДНК. Этот этап относится ко всем протоколам приготовления библиотек для любых производителей. Однако, в случае Illumina DNA Prep, если вы работаете с кровью либо слюной, вам нет необходимости непосредственно выделять геномное ДНК. Сейчас мы смешаем по 33 микролитра шариков для тагментирования и буферы тагментирующую, приготовив таким образом мастер-микс. Теперь к 30 микролитрам наших образцов мы добавим по 20 микролитров этого микса и поставим в амплификатор для реакции тагментации. Продолжение следует... Реакция тагментации у нас заняла всего 15 минут. И теперь мы достали наши пробирки и нам нужно остановить эту реакцию. Для этого добавляем по 10 микролитров стоп-буфера. Теперь мы переставим наши пробирки в магнитный штатив и оставим на несколько минут, пока раствор не станет чистым. После реакции тагментации мы должны очистить наши шарики от компонентов смеси с помощью буфера TWB. Для этого мы поставим пробирки на магнитный штатив. Произойдет сепарация. Мы отберем супернатант и дважды промоем с помощью 100 микролитров TWB. И затем оставим, скажем так, в третьей порции 100 микролитров наши шарики до того момента, когда они не будут готовы к непосредственной ПЦР. Когда обе промывки прошли, мы добавляем еще 100 микролитров TWB-буфера и ставим на магнитный штатив до тех пор, пока наши образцы не будут готовы к проведению реакции ПЦР. Для того, чтобы ее провести, нам нужно будет смешать компоненты набора EPM из расчета 22 микролитра на образец и в таком же объеме добавить к нему воды. Поскольку у нас три образца, в нашем случае это будет 166 микролитров. Теперь нам осталось только добавить индексы к нашим образцам. Мы используем Unique Dual Indexes в 96-луночном планшете и добавлять будем по 10 микролитров из каждой лунки к каждому образцу. После этого пробирки можно перемешать и поставить в амплификатор на 5 циклов реакции ПЦР. После того, как реакция ПЦР закончилась, мы можем сбросить капли, если они сформировались, и поставить наши пробирки вновь на магнитный штатив примерно на 5 минут. За багловременно мы достали шарики SPB Sample Prefaction Beats для дальнейшей очистки наших библиотек от компонентов реакции. Их необходимо тщательно перемешать. Пока наша библиотека инкубируется на магнитном штативе, мы можем добавить по 15 микролитров шариков в чистые пробирки. Также во время инкубации библиотек на магнитном штативе можно добавить в другие чистые пробирки по 45 микролитров шариков. В данном случае мы производим не просто очистку библиотек от компонентов смеси, но и так называемый size selection. То есть мы уберем слишком короткие фрагменты библиотеки, а также слишком длинные фрагменты библиотеки, и оставим только нужный нам целевой диапазон фрагментов. Также во время инкубации наших библиотек на штативе к этим 45 микролитрам шариков мы добавим по 40 микролитров диенизованной воды и перемешаем. Когда раствор стал чистым, мы можем отобрать по 45 микролитров супернатанта, и добавить пробирки, где мы замешивали 45 микролитров шариков и 40 микролитров библиотек. Отбирать нужно аккуратно, чтобы не задеть шарики. После этого мы можем закрыть пробирки и инкубировать их на комнатной температуре 5 минут. По истечении 5-минутной инкубации на комнатной температуре мы переносим пробирки в магнитный штатив и ждем еще 5 минут, пока раствор не станет чистым. Когда раствор в пробирках на магнитном штативе стал чистым, мы можем перенести по 125 микролитров супернатанта в пробирки, где заранее были добавлены 15 микролитров шариков. Делаем это аккуратно, чтобы не задеть сами шарики из пробирок на магнитном штативе. После добавления перемешиваем репетированием примерно 10 раз. По истечении 5 минут ставим их на магнитный штатив и инкубируем, пока раствор снова не станет чистым. Теперь на наших шариках остались только целевые фрагменты наших библиотек нужного нам размера. Когда супернатан стал чистым, мы можем его убрать с помощью дозатора. При этом важно не задевать сами шарики. И теперь нам нужно наши шарики отмыть с помощью 80% спирта. Просто добавляем по 200 микролитров в каждую пробирку, не снимая с магнитного штатива. Такую отмывку с помощью спирта нужно повторить дважды. После того, как мы второй раз отмыли спиртом, его необходимо полностью удалить из пробирок. После того, как шарики подсохли, добавляем по 32 микролитра диенизованной воды в каждую пробирку. Затем мы должны снять пробирки со штатива, перемешать и проинкубировать на комнатной температуре в течение 5 минут. Из течения 5 минут инкубации мы вновь ставим пробирки на магнитный штатив и ждем, пока раствор станет чистым. На этот раз фрагменты наших библиотек окажутся в растворе, а на шариках ничего не будет. Поэтому мы сможем перенести супернатант в чистые пробирки и готовиться к запуску секвенатора. Теперь, когда финальный супернатант стал чистым, все шарики примагнитились к одной стенке, мы можем отобрать по 30 микролитров этого супернатанта в чистые сухие пробирки. Это будут уже готовые библиотеки. Поскольку данный протокол позволяет получить уже нормализованные библиотеки, а фрагментирование ДНК воспроизводимое и не зависит от различных факторов, отягчающих данный процесс, мы можем, не измеряя концентрации наших библиотек, просто смешать их в равном объеме по 5 микролитров или по 10 и таким образом получить пул библиотек. Используемое библиотеки. Перемешаем в библиотеке. Мы получили 30 мкл нашего пулы библиотек, который готов к тому, чтобы мы измерили концентрацию на флюориметре и развели до концентрации 4 наномоли на литр, исходя из расчета, что средняя длина фрагмента библиотеки 600 пар нуклеотидов. После этого мы денатурируем щелочью наш пул и разведем до загрузочной концентрации согласно мануалу соответствующего прибора, в данном случае МАИСЕКО. После того, как библиотеки готовы, спулированы и разведены до нужной концентрации, мы можем приступить к разморозке реагентов для сиквинирования. Реагенты для сиквинирования поставляются в двух температурах. Это плюс 4 и минус 20. Коробка на минус 20 содержит в себе картридж, который включает в себя реагенты для кластеризации и сиквинирования. Его нужно разморозить в воде комнатной температуры. На картридже есть специальные линии, выше которой вода не должна подниматься. Пока реагенты размораживаются, мы можем заняться подготовкой SampleSheet. SampleSheet – это текстовый документ, который дает инструкции прибору о том, как секвинировать наши образцы и как впоследствии анализировать их. Поскольку здесь версия программного обеспечения 2.6, мы воспользуемся для генерации SampleSheet программой, которая называется Illumina Experiment Manager. В приветственном окне мы выбираем пункт Create SampleSheet и далее выбираем прибор, который нас интересует. В данном случае это MySec. Жмем Next. Здесь мы из всего многообразия различных workflow выбираем другое и генерацию только FastQ файлов. В следующем окне нам нужно заполнить графы, помеченные звездочкой. В данном случае первой графой является Reaging Cartridge Barcode, баркод на картридже реагентов, но мы здесь можем произвольно назвать наш SampleSheet. Затем мы должны выбрать набор реагентов, с помощью которого мы готовили библиотеки. В данном случае это Illumina DNA Prec, у которых мы метили наши образцы. В данном случае это Illumina DNA Unique Dual Indexes Set A. После этого мы должны назвать наш эксперимент. Остальные поля в этой области не обязательны к заполнению. Нам важно правильно выставить длины прочтений, с помощью которых будет секвенировать прибор наши образцы. Остальные поля в этой области не обязательны к заполнению. Если он не разморозился, его необходимо перемешать. Для этого мы берем его таким образом и вдоль длинной оси переворачиваем 10 раз. После того, как наш пул-библиотек денатурирован и разведен до нужной концентрации, мы можем взять носик на 1 мл и проткнуть соответствующую лунку в нашем картридже, которая отмечена надписью Load Sample. Затем мы будем наносить 600 мкл нашего денатурированного пула библиотек в картридж. Для того, чтобы начать настройку запуска, мы должны на приветственном окне выбрать самую большую кнопку с надписью Sequence. Сейчас прибор просит в него загрузить проточную ячейку, но для этого надо сначала подготовить ее. Проточная ячейка у нас поставляется на температуре плюс 4, поэтому размораживать ее не нужно. Мы достаем ее из коробки. Она находится в таком пластиковом стаканчике. Кроме ячейки, в этом пластиковом стаканчике есть еще солевой раствор. Поэтому проточную ячейку нужно достать и хорошенько отмыть от этого солевого раствора с помощью диенизованной воды. После того, как мы отмыли проточную ячейку, ее необходимо тщательно протереть, избавившись от излишка влаги. После этого мы берем другую салфетку, смоченную в спирте, и протираем отдельно стеклянную часть проточной ячейки, чтобы не оставалось разводов. Особенно тщательно мы следим при протирке нижней части проточной ячейки, чтобы там не оставалось инородных частиц. При протирке ячейки спиртовой салфеткой желательно не касаться салфеткой черных резиновых прокладок на ячейке. После того, как проточная ячейка готова, мы загружаем ее в прибор. Для этого открываем дверь соответствующего отсека и открываем клипсу проточной ячейки нажатием на белую кнопку. Загружаем проточную ячейку на пазики. И аккуратно закрываем клипсу. Это действие не должно сопровождаться такими-либо усилиями или посторонним хрустом. После того, как проточная ячейка загружена в прибор, мы можем нажимать Next. Теперь прибор просит загрузить в него бутылку с буфером, которая называется PR2. Она находится в той же коробке, что и проточная ячейка. Мы достаем бутылку и ставим ее на место промывочной бутылки в правом отсеке. Для этого поднимаем ручной сипер, достаем промывочную бутылку и следим за тем, чтобы емкость реагентов для слива была пустая. Устанавливаем буфер в прибор и вручную опускаем сипер. Теперь мы загружаем картридж с реагентами и нашим образцом в прибор. Для этого мы открываем дверцу холодильника и убираем промывочные картриджи с прибором. На место него мы ставим картридж с реагентами и задвигаем до упора. Закрываем дверцу холодильника. После того, как все загружено в прибор, мы можем нажимать Next. Прибор сам определил созданный нами ранее сэмпл-шит и параметры запуска. Поэтому сейчас нам нужно просто проверить эти параметры и нажать Next для старта запуска. Перед запуском прибор сделает серию тестов, один из которых займет от одной до полутора минут. В это время прибор проверяет, насколько корректно мы установили проточную ячейку и как хорошо через нее идет ток реагентов. Сейчас прибор приступит к генерации кластеров на проточной ячейке, который займет примерно час. И затем сам в автоматическом режиме начнет секвенирование. Результаты запуска будут готовы примерно через сутки.